1 июня вся Россия отметила День защиты детей. По всей стране прокатились грандиозные мероприятия. Массу развлечений приготовили и юным каспичанам. Ребят ожидали бесплатные просмотры мультфильмов, благотворительные обеды и праздничные концерты. А с самого раннего утра десятки маленьких художников собрались на городской площади, чтобы оставить свое послание на асфальте для всех взрослых. В День защиты детей территория городской площади превратилась в самый настоящий разноцветный ковер. Здесь десятки маленьких каспичан рисовали яркое солнце, красивые цветы или изображали своих родителей. Но самое главное, посредством всех этих рисунков они хотели привлечь внимание взрослых к проблемам детей во всем мире. Необыкновенно трогательные и по-настоящему искренние детские рисунки оставили и воспитанники 28-го детского сада. Маленький Гамзат в своем произведении изобразил простую истину сказок и мультфильмов «Добро побеждает зло». А что ты уже нарисовал? Я нарисовал плохого дяденьку и хорошего дяденьку. Хороший дяденька застрелил плохого дяденьку. Свой рисунок оставил и ученик художественной школы Рустам Дин Магомедов. Он призывает всех любить окружающий мир и позаботиться о будущем подрастающего поколения. Я нарисовал свой рисунок на большом плакате. Там нарисована мама и ребенок с отцом, и где сверху написано «Мир во всем мире». Это означает то, что детей надо любить, надо любить всех, надо любить родителей, надо любить окружающих, надо любить все вокруг. И, как сказать, я не очень люблю войну, потому что много людей умирают, многие не возвращаются. И эта акция показывает то, как каспичане слажены в своей работе и какой они дружный народ. Пока дети изображают свои незамысловатые сюжеты. Параллельно на территории городской площади воспитанники музыкально-хореографической гимназии соревнуются в ловкости и смекалке. Спортивная игра «Веселые старты» собрала учеников 4-5 классов. Капитан команды «Орлята» Асия Тумарова говорит, что они всегда стремились к победе. И вот теперь достигли поставленной цели. Наша команда всегда хотела быть первым. На тех соревнованиях мы не взяли первое место, но теперь мы победили. Мы всех детей поздравляем с этим праздником. Счастья, здоровья. И мы не болеем. Всего наилучшего. Лишь росли хорошими и добрыми. И были такие же спортивные, как мы. Призеры соревнований получили медали и грамоты от отдела физической культуры и спорта городской администрации. Вознаграждение за спортивный образ жизни. Каждый юный атлет получил и сладкое мороженое. К акциям, приуроченным ко дню защиты детей, присоединились и сотрудники Центра социальной помощи населения. С яркими плакатами и лозунгами они прошли шествием по городской площади. Каждый ребенок из рук сотрудников Центра получил разноцветные шары и различные сладости. Поздравляем всех детей, чтобы всегда было счастье им. Светлого неба над головой, мирное небо над головой. Чтобы никогда не болели наши дети, были всегда здоровы. Поздравляем всех детей с днем защиты детей. С праздником. Желаем здоровья, счастья, детства, радости. Череду детских мероприятий продолжили уже в кинотеатре «Москва». Сюда были приглашены дети из малообеспеченных многодетных семей и другие юные граждане нашего города. Для более 600 детей глава городского округа Магомед Абдуллаев организовал благотворительный обед и бесплатный просмотр мультфильмов. В завершении праздника на городской площади всех Каспичан ждал незабываемый концерт детских музыкальных коллективов. А закончить череду праздничных мероприятий хотелось бы интервью 4-летнего Гамзата. Его обращение к жителям Каспийска наверняка затронет сердце каждого. Я хочу пожелать, чтобы не было войны никогда. Шахнабад Кулиева, Шамиль Гусейнов. Новости Каспий-ТВ.